В Приморье состоялся первый в мире турнир по карпфишингу. Это особое направление рыбалки, когда спортсмены соревнуются в ловле карпа и сазана, взвешивают улов, а затем отпускают рыбу обратно. Главное здесь не уха, а полученные эмоции. Сразиться за звание лучших собрались 10 команд из Приморского и Хабаровского краев. За битвой наблюдали мои коллеги. Их объединяет не просто любовь к рыбалке. Себя они гордо называют карпфишерами. Подчеркивают, это спорт с особой философией. Карпфишинг – это просто отдельная самоветка. Здесь очень важен принцип. Кэтченд, релиз, поймал, отпустил. Здесь его по-другому быть не может. То есть сама философия, идея, мы ее не навязываем, мы в нее верим. Это немножко другое. Для потомков это просто люди молодцы. Карпфишеры Приморского и Хабаровского краев до этого знали друг друга заочно. Общались в основном через интернет. Там и родилась идея встретиться в очном поединке. И вот стартовал первый суперкубок Дальнего Востока по карпфишингу. Ловить карпа и сазана непросто. Рыба достаточно привередливая. В очки спортсмены ждут паровоза. Так на их сленге называется поклевка. Соревнования длились четыре дня. За это время карпфишеров испытывала на прочность не только вредная рыба, но и погода. Ливни сменялись зноем. Первые сутки команды шли вровень. Разница в пойманной рыбе исчислялась в граммах. Особенно упорная борьба была за бигфиш, самую крупную рыбу. И победителями в этой номинации стала команда Карпаровск из Хабаровска. Там, честно говоря, борьба была на граммы. Мы четко знали, что соседи поймали почти такую же. И на взвешивании, конечно, мы волновались, ждали судьи. И когда разница оказалась, там буквально в 200 грамм, даже судьи порадовали. Но на самом деле борьба была очень расточенная. Но в общем зачете команда из Приморья оказалась удачливее и с большим отрывом вырвалась вперед. Вес 30 пойманных рыб составил чуть более 89 килограммов. У хабаровчан улов оказался скромнее. 12 рыб и 39 килограммов. Тяжко получилось. Хотя вроде и была уверенность в победе, но не до такой стихи. Ребята нам не расомотались, честно. Особенно в первые сутки полторы. Всю пойманную рыбу, как и полагается, отпустили обратно в водоем. Для карпишеров главный улов – положительные эмоции, которые они получили от общения друг с другом. В следующем году соревнования пройдут на территории Хабаровского края. Юлия Кутси, Сетеви, при содействии ГТРК «Владивосток».